Добрый день, жители городского курса Литрогорска и его гости. Хочется сообщить, что за прошедшую неделю в городском курсе Литрогорск было 46 сообщений от жителей. В основной массе они носили бытовой характер. Единственный вопиющий случай, который я попытался донести на оперативке и сейчас попытаюсь через вас это сделать. В городе завелись хулиганы, совершающие кражи из квартир. В чем это выражается? На первом этаже буквально недавно произошло следующее. Это уже не единожды, это уже второй случай. В чем это выражается? Люди придут к себе домой, видят, что в квартире разбросаны вещи, совершены, похищены какие-то определенные имущества этих людей. В ходе выезда выясняется, что, как правило, эта квартира располагается на первом этаже. То есть неизвестное лицо, которое, подчеркиваю, нам пока неизвестно, но мы работаем, я думаю, что мы этих людей-не-людей найдем и попытаемся привлечь к ответственности. Пластиковые окна путем отжатия проникают внутрь. Причем здесь хочется сказать, что, допустим, последний раз это переулок Комсомольский. Первый этаж, проходимая улица, где жители, то есть неужели жители, никто не видит, что происходит. То есть какие-то люди молодые, может быть, немолодые люди толкуются возле окошка, залезают в него. Просто хочется обратиться к жителям городского округа и к его гостям. Если вы видите, что возле окошек, может быть, какие-то посторонние, если вы в этом дворе проживаете, может быть, в этом доме, ходят, смотрятся в окошки. То есть, в принципе, я, может быть, немножко повторюсь, но еще раз хочется обратиться к жителям. Не проходить мимо, если вы видите, что посторонние граждане, проживающие как в вашем доме, так и в вашем дворе, ходят, смотрятся в окошки. Если вы видите, что кто-то пытается залезть в чё-то окошко, пожалуйста, сообщите нам. Мы обязательно отреагируем и в наших, и в ваших, я думаю, что основная задача, интересах, как можно быстрее поймать этих друзей, в кавычках. Почему? Потому что каждому гражданину хочется прийти домой, почувствовать уют своего дома. Если он будет нарушен, это фактически как кто-то в торгсе ваше так называемое гнездышко. Поэтому, пожалуйста, если вы это увидите, данные факты, не проходите мимо, сообщайте в органы полиции. Кроме этого, в принципе, одно не бывает без другого, это когда похищенные вещи пытаются вам, я имею в виду обращаюсь к вам в кавычках, по одной причине, потому что это может быть любой гражданин, кто-то пытается продать БУ инструменты, кто-то телевизоры, кто-то телефоны определенной марки. Люди, продающие данные вещи, ведут себя нервно, глаза бегают. Извините, как бы там такие определенные, как бы там с вами говорю. Но хочется сказать, если вы видите люди, что эти потенциально не являются порядочными жителями, это очень много как бы признаков об этом. Может быть, это ваши соседи, где как бы там видите, что источников дохода нет никакого, но предлагают инструмент. Пытайтесь также сообщить наш адрес данной информации. Мы очень вам благодарны, потому что вы все имеете как квартиры, так и имущество в виде транспортных средств, может быть, какие-то дачные массивы, которые находятся рядом с городским округом. Безопасность – это все-таки наш приоритет задачи, но и хотелось бы с каким-то образом, чтобы ваши в квартиры, дома, дачи и другое имущество, ни один вор не залез и не попытался что-то украсть. Хочется сообщить, что за прошедшую неделю, может быть, предыдущие недели, на территории городского округа Литерогурск ходят граждане, которые представляются различными организациями. То есть это соцзащита, это Роспотребнадзор, может быть, какие-то другие организации. Данные организации, точнее, не организации, а люди, предлагают различные имущества. Но, как правило, это имущество по завышенной цене, это мягко сказать. Буквально сегодня ходят порядка семи молодых людей и девушек, так называемые граждане, которые предлагают фильтра. Фильтра для очистки воды, но вдумайтесь в ее цифру стоимости из нее заражения. Данный фильтр, со слов одного из сотрудников, который продает, стоит 96 тысяч с копейками рублей. Зарплата, средняя зарплата у жителей городского округа Литерогурска, работающих в городе Литерогурске, 20-25 тысяч рублей. То есть это минимум в 3-4 раза больше тем, что люди зарабатывают. Но данные граждане в доверие входят как к вашим родителям, бабушкам, дедушкам, так, может быть, и другим. Граждане, кто в настоящий момент находится в квартирах, пытаются методом убеждения, может быть, показывают какие-то фокусы, без которых данная вода, ну, мягко говоря, в данном случае по фильтру вы не обойдетесь. И путем убеждения пытаются, чтобы вы подписали ряд документов. Может быть, вы вносите какую-то предоплату. Прошу вас, одумайтесь, может быть, проведите беседу со своими близкими, что основная цель этих друзей продать то имущество, которое стоит в разы, а может, даже в десятки раз дешевле ее доминальной стоимости. Неважно из того, что это фильтр, телевизор, может быть, какой-то инструмент 3 в 1, 10 в 1. Если вы посчитаете нужным купить какую-то образную продукцию, просто вы пытаетесь узнать у своих знакомых, друзей, ну, на экране как в интернет, если кому-то это знаком, посмотреть, что это такое, с чем это едят и стоит ли это этих денег. Потому что потом идут заявления в полицию, что вот мы купили. Мы, родители, бабушки, дедушки, все это приобрели, подписали документы. Мы не знаем, что с этим делать, и это имущество не стоит этих денег, но, подчеркиваю, на рынке, как говорится, два. Вот один пытается продать подороже, другой пытается подешевле. В итоге страдают два. На самом деле это гражданские правовые отношения чуть впоследствии идут, потому что тот факт, когда люди представляются кем-то в какой-либо организации, то есть Роспотребнадзором, я повторюсь, соцзащитой, он недоказуем. Но доказуем единственный факт, а именно договор, где вы купили определенную продукцию. Просто потом вы в суде, можно, конечно, где-то каким-то образом отыграть, но для этого будут стоить услуги адвоката, какая-то определенная денежная сумма, ну и плюс судебные издержки. Вдумайтесь по этому и не пытайтесь купить то, что без чего это необходимо, включая те же самые биодобавки, которые ходят и также предлагают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова